Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале Россия. Хочу напомнить вам, что в ближайшее воскресенье, а это завтра, в России отмечается День медицинского работника. И с этим профессиональным праздником я хочу поздравить сегодня нашу гостью. Это Тамара Хаутиньевна Гукятова, заслуженный врач Крачаева-Черкесии. Доброе утро, Тамара Хаутиньевна! Я от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. И от всей души хочу пожелать вам того здоровья, которое вы за всю свою долгую трудовую жизнь подарили своим пациентам, как маленьким, так и большим. Мне хочется у вас спросить, вы чувствуете свою причастность к этому празднику, к Дню медицинского работника? Вы чувствуете, что это ваш день? Конечно, это наш профессиональный праздник. И я очень остро чувствую приближение этого праздника. А как обычно вас поздравляют? И кто вас поздравляет? Поздравляют обычно сотрудники, родственники, внуки, правнуки. Все поздравляют. А бывшие пациенты? И бывшие пациенты еще помнят. Помнят, правда? Но ведь, если так взять, за много-много лет вашей работы, мама дорогая, это ведь почти 50 лет? Да почти 60 уже. Ну да, почти. И вот за все это время, это же не одно поколение выросло из тех детей, которые прошли через ваши руки. Да, уже взрослые. Ну, вспоминают вас, звонят вам? Вы знаете, очень часто и очень долго и длительно звонят. Помнят. Но мне хочется сейчас предложить вам и нашим телезрителям посмотреть небольшой сюжет, который мы сняли накануне из Карачаево-Черкесской республиканской детской больницы, где сегодня трудится Тамара Халтиевна. С первого раза поступить в медицинский институт в городе Орджоникидзе у молоденькой Тамары, только что окончившей среднюю школу в ауле «Красный Восток», не получилось. Детям войны никак не давался немецкий язык, видимо, вызывающий у них недвусмысленные ассоциации. На следующий год, поступая уже в Ставропольский мед, она тоже получила тройку при сдаче иностранного языка и не прошла по количеству баллов. К тому моменту Тамара Халтиевна уже была замужем и время тратить даром не стала. Поступила в Ростовский университет, финансовый университет, и училась заочно, и родилась старшая девочка. Вот, и год я с ней побыла, два годика девочки, и опять беременная. Ну, естественно, я опять попыталась в мединститут, потому что я не могла оставить эту мечту, не быть врачом. И беременная, уже последние почти недели беременности уехала я в Ставрополь. Уехала, поступила, набрала все баллы, потому что целый год я изучала немецкий язык, боялась, что я провалю. Все-таки я поступила в медицинский институт. Первым местом работы после окончания института был родной аул и обычная сельская больница, где дипломированного доктора уже все знали. Я шесть лет проработала в Малом Карачае, вот в Красно-Восточной участковой больнице. Конечно, очень многое пришлось сделать, и диспансеризацию, и наблюдение, потому что это была участковая больница на 25 куек. И обслуживала два населенных пункта – Красный Восток и Кизыл-Пагон. И когда уже мои дети выросли, конечно, я старшая девочка уже в школе училась, младшую я забрала от родителей своих, и надо было определяться в будущем с ними. Думаю, шесть лет я им не уделяла внимания, и опять шесть лет я работала в участковой больнице, день и ночь я их не видела. И потом я определилась, и объявила я родителям. Он единственный сын был у родителей. С ним переговорил, он говорит, делай как хочешь, как считаешь нужным. И я переговорила с родителями, и уехала я в Пятигорск. В городе-курорте работать довелось участковым педиатром, параллельно школьным врачом. Это чтобы быть поближе к дочерям. В Ставропольском крае в течение 17 лет Тамара Хаутиина-Гукятова трудилась и на посту заместителя главного врача детской поликлиники. Позже занимала пост руководителя этого лечебного учреждения. Работа была интересная, опыт наработался, колоссальный. В конце 90-х, накануне великих совершений в стране, Тамара Гукятова вернулась в родную Крачаево-Черкесию, где ей с коллегами пришлось практически поднимать местное здравоохранение. В начале 2000-х судьба привела ее в детскую больницу, где она трудится по сегодняшний день. Сейчас она замглавного врача по методработе, ту работу, которую она делает по проверке истории. Это очень тщательная работа. Причем она делает замечания на планерках таким образом, что это обучает, но не обижает. И мы все на нее равняемся. И я обычно ей говорю, не болеть, не стареть. Тамара Хаутевна, я желаю в первую очередь здоровья. Я желаю ей здоровья, чтобы ее эта энергетика не угасала, чтобы она нас и дальше заряжала позитивом, настроем рабочим. Ну, быть такой, как она, скажем так. Сегодня мне хочется от вас услышать, насколько поменялась сегодня медицина. Первое, когда я пришла в участковую больницу, после направления облздраводела, после окончания института, это вообще ничего почти не было. Даже тонометров не было. Пришлось из дома свой тонометр принести и измерять давление больным. Потому что я закончила лечебный факультет, и надо было оказывать помощь больным. И потом разительные перемены. У нас не было понятия УЗИ, не было у нас понятия, что такое широкое лабораторное обследование, рентген-диагностика. Потому что в этой участковой больнице 25 коек было, и они были очень интересны в своем роде. Это 5 акушерских коек. Роды принимали в 5 акушерских коеках. 5 детских коек было. И остальные так, в разброс. И, конечно, пациентов было очень-очень много. Бывало, утром придешь, даже я не дожидалась в 8 часов утра, а рано прибегала в больницу. Потому что я одна, и понятно, и моя помощь нужна была. Это еще, знаете, и патриотические чувства, и вообще ответственность. Вы знаете, когда перевели меня из Ставропольского края, то есть из города Пятигорска, где я проработала 17-18 лет почти, я уже имела должность, я имела два телефона, я имела две машины, я все имела в Пятигорске. И авторитет, и знания, и все. Но почему-то мне захотелось заново начинать все это. Правда. Понимаете? И когда, конечно, уговаривали сюда вернуться, я сомневалась еще возвращаться сюда в Карачаево-Черкесию или нет. Потому что, будучи членом коллегии краездрава Ставропольского, я представляла, какая система здравоохранения, какая отсталость и какие показатели. И почему-то я захотела вернуться сюда. А думаю, вот пусть нулевое все. Я начну там опять что-то делать, помогать людям выходить из тяжелого состояния. И я вернулась, вернулась, и я ни разу не пожалела, что я вернулась сюда, оставляя там все. И дом, и квартиру, и телефон, и все возможности, и любовь пациентов. Я до сих пор не жалею. Медицина, конечно, очень-очень отсталая была во всем. Во всем. Каких только показателей не коснись, все. Все плохо? Все было плохо. И пришлось, конечно, ездить до ФАПов, до сути дела доходить, все это. И, конечно, я чувствовала, что нужно учиться. Надо обучать персонал, чтобы персонал работал нормально, спокойно. И оказывала нужную, соответствующую помощь, медицинскую на местах. И мы за это взялись. В первую очередь, конечно, надо было обучать персонал, медицинские. Потом уже начинать все переделывать. И все это ставить на нужный уровень. И пришлось все это делать. И вы знаете, когда мы стали приглашать профессоров, вот, профессор Цибулькин, вот, и только какую помощь он нам оказал со своей кафедрой. И когда начали мы обучать, весь персонал, все это, кафедра профессора Цибулькина принимала активнейшие участия во всем. И зачеты стали принимать. Уже появился огонек в глазах медицинских работников. Им стало интересно работать. И, конечно, вот это неустанное большое внимание со стороны министра, со стороны министерства здравоохранения и правительства, это возземело в свое действие. А как это осознавать, что это вот с вашим участием? Этот переворот фактически произошел в здравоохранении? Молодой республики на тот момент. Вы знаете, это очень большой переворот был, потому что в родильных стационарах очень много. Во-первых, ранняя постановка на диспансерный учет беременных. Во-вторых, правильное принятие родов и выхаживание новорожденных. Значит, нам нужны были неанатологи. Мы их обучили на кафедре в Петербурге у профессора Цибулькина. Нам нужно было очень много анестезиологов. У нас не было детских анестезиологов. Мы этому тоже обучили. Но помимо всего этого, нужна была аппаратура, которой вообще у нас не было в республике. Потому что, будучи в составе Ставропольского края, все, что получал край, он оставался в крае. Сюда редко, что поступало. И мы в первую очередь материально-техническое обеспечение обеспечили, обучение обеспечили и оказание правильной помощи. И вот это все, пусть это 20-30 лет прошло, я с гордостью вспоминаю все эти годы, сколько жизней уже было спасено и материнских, и младенческих. Сколько мы сделали за эти годы. И самое главное, персонал был обучен всему этому. Последние годы вы работаете в детской больнице. За кадром услышала такую фразу от Тамары Ахматан-Лайпановой, главного врача детской больницы. Если Тамара Хаутийна перестанет носить туфли на каблуках, нам будет просто не с кого брать пример. Насколько вас очень любят, вами восхищаются ваши коллеги. Вот я не знаю, может быть, у дам не принято спрашивать о возрасте, но мне кажется, вы о своем можете говорить с гордостью. 86 лет. Вот по сегодня молодые девочки, женщины посмотрят на вас и хорошо позавидуют. С хорошей белой, может быть, с завистью, а может быть, с мечтой. Потому что прожить так, как вы, свою жизнь, и в такие прекрасные, мудрые годы так выглядеть, так мыслить, так болеть за свою работу, это может сегодня не каждый. Низко кланяюсь вам за вашу приверженность профессии, за вашу честность, за ваш профессиональный подход ко всему, за то, что и в такие годы у вас душа болит за всех, за нас фактически, и за маленьких, и за больших. Мне сегодня хочется поблагодарить вас за это интервью, за эту встречу, еще раз поздравить вас с наступающим праздником. В вашем лице всех работников здравоохранения республики, всем здоровья, успехов, всего самого доброго. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья, напомню, что сегодня этим замечательным субботним утром у нас в гостях была Тамара Хаутина Гукятова, заслуженный врач Карачаева Черкесии, врач высшей категории. Мы прощаемся с вами и желаем вам не болеть, оставаться всегда бодрыми и здоровыми. И оставайтесь с нами на канале Россия.